Добрый день! Сегодня я расскажу про простую головоломку компании Sengso. Это Square 0 или SQ0 Mr. M. Такая мятая коробочка обычного дизайна. SQ0. Почему 0? Ну, потому что есть еще SQ2, Square 2 и Square 1. Я купил себе от Sengso только 0 и 2, так как 1 у меня есть нормальный. Открываем. Головоломка. Инструкция. И все. Больше ничего. А в инструкции есть как раз нужная нам головоломка. А именно Square 0. Но использовать мы ее, конечно, не будем, так как собирается все просто. Square 0, Square 1 и Square 2. У Square 2 инструкция была от Square 1, так что придется догадываться самому. Ну, я уже и второй собрал. Позже про него тоже расскажу. В чем отличие? Square 1, давайте на белой грани, имеет на одном слое два типа элементов. Углы и ребра. Углы трехцветные, ребра двухцветные. Четыре угла, четыре ребра. Ноль и два. У нуля элементов меньше, всего четыре. То есть мы видим, что это объединенный угол с ребром. И четыре таких кусочка. У Square 2, наоборот же, угол разделили еще на две части. И теперь доступны вот такие вот перемещения. Специально оставила в перемешанном виде. Ну, ко второму вернемся. Square 1, это уголонка, которую собирают на ВЦА соревнованиях. Да и не только на ВЦА в данных реалиях. И собирают ее, естественно, на скорость. Есть скоростной способ. Считается, что Square сложный. Но если в нем разобраться, то сложного-то ничего нет. Можно небольшим набором интуитивных формул, почти все интуитивные, его собирать. Ну, чтобы собирать быстрее, форму нужно знать больше. Средний слой здесь состоит всего из двух элементов. Ну, на нулевой версии сверху четыре. И снизу тоже четыре элемента. Ну, будем считать их углами. И по факту, вместо Square мы получаем более простую головоломку. Которую можно назвать кубоидом 2х2х3. Причем в более простом виде. Почему? Вот сверху четыре, и тут четыре. Снизу четыре, и тут четыре. А здесь средний слой из четырех элементов. А у нулевого Square всего лишь два. А значит, все проще. По вращению. Ну, вращается посредственно. Заодно перемешаем. Крептит. Магнитики фаскрипывают. Но какое-то магнитное здесь усилие чувствуется. Конкурентов нет. Но крутить можно. Если мы возьмем тоже Square 2 из коробки был слишком затянут. Пришлось его ослаблять. Я потому и не стал брать Square 1 от Sengso из этой серии. Так как у меня полно хороших магнитных сквайров. Которые вращаются в разы лучше. Собираем как кубоид 2х2х3. Я привык располагать красную маленькую часть среднего слоя слева. Значит, сверху будет желтая грань. Снизу белая. Ну, тут вот в один ход все легко собралось. Хотя могло быть по-другому. К примеру, вот так. Как-нибудь. Ну, тогда так же интуитивно. К кубоидному. Можно это все собирать. Ну, а после этого. Можем использовать Tperm. Несколько раз, как на кубоиде 2х2х3. Либо обычные какие-то сквайрные формулы. Ну, тут мы видим, что перестановка копьем должна быть. И тут, и тут. Можно сделать вот так. Получается R2, U, D' R2, U' D, R2. И весь сквайр собирается. Ну, обычный кубоидный Tperm. R2, U, R2, U', R2, U', D, R2, U', R2, U', R2. Он переставляет два вот этих уголка. То есть можно применять его и для верхнего слоя, и для нижнего. И собрать весь сквайр 0. Давайте дособерем. Магнетики проскрифуют. В общем, головоломка получилась проще, чем 2х2х3 по сборке. Но внушительнее по внешнему виду. Так как все-таки форму меняет и выглядит пострашнее. Но это больше коллекционная головоломка. Совершенно не сложная. И собирается вполне интуитивно. Здесь можно какие-нибудь вот такие вот комбинации тоже сделать. То есть развернуть средний слой. Но решается также R2, U, D' Либо можно, даже если это починим, сделать что-нибудь. Вот такое эдакое. Развернуть средний слой. И покажет, что он какой-то странный. На самом деле просто развернут. В общем, здесь работает и с кубоида алгоритмы, и со сквайра. Упрощенная версия скоростной головоломки. Можешь, конечно, на скорость тоже собирать, но вряд ли кто-то будет в этом соревноваться. Так как очень скрамблозависимая головоломка. Тот же 2х2х3 гораздо вариативнее из-за среднего слоя. Здесь же все проще. Вращается терпимо, несмотря на скрип магнитов. Тем, кто считает, что сквайр сложная головоломка, рекомендую посмотреть мое обучающее видео по первой версии в описании. Там нет ничего сложного. И небольшим количеством алгоритмов можно стабильно собирать. Единственное, самый сложный, там паритет придется выучить. Бытует мнение, что можно собирать сквайры без паритетов, то есть приводя к такому. Но я такое не использую, так как умею собирать сквайры на скорость. Да и всем рекомендую ознакомиться с головоломкой сквайр 1. Очень полезная. Ну, сквайр 2 я тоже решаю редукции до первой, потом решаю как первый. Вот такой вот сквайр 0. Особого смысла в нем нет. Просто коллекционная, не сложная головоломка. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует.